Это обратная связь. По нему она есть в части эффектов проекта. Вторая часть – это доступ к ресурсам через получение и достижение эффектов для инвесторов. Причем две эти связи, они очень хорошо технологизированы через различные алгоритмы. Причем таким интересным способом я бы сравнил с часами наручными. Механицы самые сложные, а в части интерфейсов две стрелки, которые конкретным образом движутся. И вот это вот два элемента, которые составляют основную проблематику для проекта и для предпринимательской деятельности, но на самом деле высокотехнологизированные и могут снять существенные издержки предпринимателей-инвесторов и прочую эффективность сообщества и этого вида деятельности в рамках какого-то протокола, ну, там, наверное, на порядке повысить. Второй и третий вопрос. Ну, извините, у нас еще мало времени, я старый и тупой, поэтому очень примитивный. Четвертый вопрос. По поводу платформы. Есть такая картинка, как «Все в нашей голове», он посвящен у меня одной из писем «Все все вернуты крепко ногами». Идея в том, что блокчейн чудесным образом обеспечивает доверие между людьми, которые друг другу не доверяют, и жули. И вот я, значит, хожу и по карманам в трамвай шарю, а тут я вхожу в пространство блокчейна, и меня железная рука робота хватает, значит, там стискивает, а потом за шею толкает честный труд. Все равно наоборот, сначала доверие без всякого блокчейна, потом возникает из этого платформа, а после этого сообщество. Платформа – это очень простая вещь. Вот когда вы заменили некоторые отношения между группой лиц, скажем, истреблиц, которые делали невидимую руку на платформу, у вас возникает понятный инструмент. Платформа – это то, что остается, если есть технологии, вывести людей. Если с паровоза снять машиниста, кочегара, а также там стрелочника, который переводит, то останется паровоз – это и есть платформа. Он сам по себе не движется, но без паровоза – это совсем не то, что, так сказать, с паровоза. В этом смысле вы договариваете то, как выйдет отношение между вами, понимаете, каким образом они изменены, диктуется, и пусть еще раз заменяете это на сознательно спроектируемое вами. Это значит механизм устройства с интерфейсами для каждого, где материализовались ваши отношения вместе с вашими проблемами, связями и т.д. И все правильно. Если все угадали, она работает. Тогда вот платформа – это первый шаг сообщества. Платформа нужна только тем, которые а. и так связаны отношениями, б. знают друг друга по отношениям, поэтому доверяют друг другу, вы поняли, что, несмотря на знания и доверие, они совершают дурацкие транзакции, например, торгуют друг другу вместо того, чтобы уединить проекты собственности. И вы, наконец, понимая, что их больше, чем трое, и договориться невозможно, выстраивают систему объективированных отношений, и каждого вредна доля, каждого вклад, сроки получения и т.д. Поэтому платформа – первый шаг сообщества. И платформа возникает после того, как вы договорились. Нужно а. реальное доверие, б. устойчивое отношение, в. содержательное понимание того, как работает лес невидимых рук, применительно к этой точке. Тогда там возникает платформа. Если и этого нет, громозить какие-то железяки бессмысленные опять тратить деньги никому не нужно. И, наконец, когда между вами отвердела платформа, у вас возникла возможность включить эту платформу других людей. И, таким образом, платформа – это то, вокруг чего формируется новое сообщество в новом мире. Это означает, что вы теперь сообщество по поводу любви, дружбы, совместных интересов, веры и общего проекта, но не по поводу того, что я торгую с вами, а вы торгуете со мной. Соответственно, платформа – это такие очаги кристаллизации сообществ, которые разрастаются. Но, к сожалению, третий ваш вопрос – последний. Вы это делаете с одним типом отношений. А вы с этими людьми, с другими людьми состоите в куче других отношений, по поводу которых вы их не знаете или не доверяете. И вот здесь возникает огромная проблема сообществу. Вот что делать сообщество по поводу невидимой руки номер восемь, когда вы конструируете платформу по поводу невидимой руки номер два? И там возникает очень сложная политика. Вот эти вложенные сообщества, которые продолжают действовать снаружи, и они просто действуют так же, как и действуют. Вы также не доверяете партии правительства, а они еще заметили вас за странной деятельностью, что вы строите платформу, пытаясь вас ущучить, запретить, подвести под законы и прочее. То есть, игр нового типа. Это огромный интересный шумик, требующий своего профессионала. Надо спокойно к этому относиться, и это, как говорил мой учитель, венечек попрутить. Платформочка маленькая для тех отношений, которые вам помятны, это первый шаг в этом мире. Пожалуйста, вопрос скрыть.